С начала реализации закона Московской области о бесплатном предоставлении земельных участков администрации городского округа Щелково поставлено на учет 1709 многодетных семей, из которых по итогам 2018 года обеспечено 100%. 130 участков выделены в деревнях Оксинина, Костышинова, Пореева, селе Петровское. В этом году на учет стало 150 семей. Более 40 участков уже оформляются для индивидуального строительства. После постановки на катастрофе учет данные земельные участки будут предоставлены многодетным семьям. Мы выберем время, когда Сергей Викторович вручит всем 44 семьям эти документы на участки. Но могу добавить от себя, что мы отошли той практике, про которую я говорил выше, и все земельные участки подбираются с таким условием, что там не было нагрузки на бюджет по строительству социальных дорог, освещения. То есть все участки подобраны рядом с населенными пунктами, соответственно, больших затрат на их содержание не будет. О строительстве социальных объектов в городском округе Щелково доложил Никита Никулин. Как известно, в начале этого учебного года в Медвежьих озерах открыли пристройку к школе на 275 мест. Сейчас на контроле властей округа находятся 7 школ, 7 объектов дошкольного образования, 2 объекта спортивного назначения. В микрорайоне Солнечный продолжается строительство школы на 1100 мест. На данный момент продолжают строительно-монтажные работы. 120 человек работают. Строительная готовность составляет 65%. Окончание работы – это начало следующего года. На данный момент подрядчик выполняет работы по устройству крови, установке системы водооснабжения, водоопределения, вентиляции, отопления, водооснабжения, вынос наружных сельдей. И также уже идут отделочные работы фасады. В микрорайоне Жигалово также полным ходом идет строительство школы на 1100 мест. На данный момент готовность объекта составляет 20%. Предполагаемая дата окончания строительства – середина 2020 года. Новый корпус на 550 мест должен появиться в Чикаловской школе номер 11 имени Титова. Сдать его намечено также в 2020 году. Продвигаются вопросы по строительству школы на улице Шмидта. Предполагается, что в ней будет обучаться более 270 учеников. Буквально позавчера было получено положительное заключение государственной экспертизы по строительству этой школы. Сейчас готовим пакет документов, выходим на рабочую группу. И после согласования рабочей группы выйдем на конкурсную процедуру уже по строительным монтажным работам. Обсудили на совещании наболевшую тему несанкционированных мусорных свалок. Эта проблема касается как частного сектора, как федеральных трасс, так и объектов. Вывозят мусор в леса, выбрасывают на проселочных дорогах. Впечатляет количество выброшенных автомобильных шин. В ходе уборки от мусороводной глади и береговой полосы водных объектов собрано и вывезено 64 кубометра автошин. И это вместо того, чтобы официально сдавать их на утилизацию. Также собрано 83 кубометра крупногабаритного мусора и порубочных остатков. Я хотела бы отметить, что со дна и береговой полосы ручья Понари в деревне Сирково, буквально участок 200 метров, было собрано и вывезено 11 8-кубовых контейнеров автомобильных шин. Мы написали в Управлении по благоустройству дорогу и транспорта и связи с просьбой обустроить участок дороги в деревне Сирково с установкой ограждения для обеспечения безопасности дороги и защиты водного объекта от сброса мусора, в том числе автомобильных шин в руслое ручья Понари. Вопросов экологии касались и другие темы оперативного совещания. Здесь важен как контроль со стороны администрации, так и личная ответственность граждан. Ведь чистое Подмосковье должно стать реальностью, а не только красивым названием.